Желаю мира и приятного просмотра, с вами Яцкобаровский И сегодня наступил пятый день моего выживания В первой серии я сделал закупочку на 100 рублей И теперь хочу прожить 7 дней И сегодня у нас нелётная погода Я вышел на набережную побегать с утра И смотрите, как я нормально упал Так что, если вы не хотите ничего пропустить Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я туда выкладываю истории Иногда провожу трансляции И выпускаю новые фотографии Так что подписывайтесь обязательно, чтобы следить за всеми событиями Вот это вся еда, которая у меня осталась Капусту я вчера не доел, здесь у меня 2 яйца Потом идут 2,5 луковицы Половинку достаем Здесь у нас кусочек сала Он нам тоже пригодится сегодня И достанем гречку вместе с капустой Сейчас я планирую приготовить завтрак и обед Потому что я поеду к своим друзьям И помогу им по ремонту Чтобы долго не париться, высыпаем весь пакет Наберём сюда воды, чтобы её промыть И сейчас буду вылавливать чёрные зёрнышки Вот такие вот Потому что если не дай бог укусишь, ты можешь зуб сломать Так что лучше поперебирать Промыли несколько раз гречку И ставим вот сюда вариться Затем берём пол луковицы И нарезаем на вот такие вот кусочки Перекидываем его вот сюда К нашей капусте Берём наш кусок сала Отрезал я вот таких вот пару кусочков Вот эту часть закидываем Она нам приходится потом Теперь я включил сковородку, чтобы она разогрелась Потому что будем закидывать туда сало И топить его Чтобы был какой-то жир Для того, чтобы приготовить зажарку Дальше берём такой рунделок И в него перекидываем овсянку Теперь набираем сюда воды И ставим вот сюда на плиту вариться Я вижу, как дым валится в сковородке Поэтому делаем маленький огонь Вот такой вот И туда закидываем сало Чтобы оно растопилось Я вижу, как на сковородку Начал уступать жир Вот, можете посмотреть Так что я думаю, эти кусочки можно перекинуть А лук вместе с капустой Закидывать вот сюда вот Капусту, может быть, всё-таки не надо было добавлять Но что поделать, я уже добавил Ничего с ней не будет Думаю, приготовится Пока на плите тут всё кипит Берём капусту И мелко нарезаем Это будет у нас мини-салатик со свежей капустой Потом добавим соли вот сюда вот немного На нашу зажарку закинем И, соответственно, в овсянку Пока тут происходит всё процесс У меня тут такой дым Стоит, что капец Я думаю, что зажарочка уже готова Так что сковородку мы выключаем Вот насчёт овсянки, не знаю Надо её перемешать Слушайте, она тут сейчас пригорит Так что овсянку тоже выключаем А гречка, понятное дело, будет ещё вариться Овсянку перекидываем вот сюда вот в тарелку Сейчас будем ложкой всё это вышкребать Мне что-то кажется, что гречка уже готовая Потому что водичка здесь, кажется, выпарилась Давайте пробуем её Она уже мягкая, так что выключаем Водичку сливаем, которая осталась И перекидываем вот сюда вот в судочек На дно я закинул зажарку Так что перемешиваем И осталось нам салатик перекинуть ещё в другой судочек Так что вот такой вот будет у меня обед сегодня Сижу, жду, пока овсянка остывает И смотрите, кто тут пришёл Тефан Ты куда лезешь? А тебе надо, эта трава? Просто полюбляет сидеть в кульках И сможет полностью залезть Тифа сидит в культе, а я буду кушать овсянку Так что все, кто кушает, приятного аппетита Овсянки, походу, сварил слишком много Но зато я наемся Потому что тарелка огромная Я просто не знаю, насколько я задержусь Как бы у друзей, потому что там им надо помочь Поэтому я с собой беру капусточку и гречку Я тут ем А Тифа тоже хочет есть Видите, как просит Ей реально надо дать, потому что пустая тарелка Тифа, он получит свою еду Держи Кто-то мне писал, что у кошки должен быть всегда корм в тарелке Ребят, понимаете, что он выдыхается, а она потом его не ест Поэтому я стараюсь ей досыпать, когда она его просит Ем, ем И мне в зуб попадает какой-то камень Что у нас за крупа продает, наверное, в бассейне Не понимаю Гречку ешь, зубы поломаешь Овсянку тоже Вот так вот тщательно перебираю А что попадается в ведро Почти уже доел кашу Сейчас себе наберу двушку воды в дорогу Себе полторашку воды набрал Капусту я пересыпал вот сюда Гречку вот сюда Закидываем это все в портфель И баклажку воды Сейчас застелю кровать Буду обуваться, одеваться и выходить А мы с вами встретимся уже в обед, когда я буду кушать Ребят, в общем, сейчас нахожусь у друга дома Клеим обои Вот такая здесь рабочая атмосфера Мы поклеили вот эти три стены Очень сложно И, кстати, этот рулон уже заканчивается А вот эту стену не хватит Тогда же будем доставать новый И далее клеить здесь Здесь и дальше пойдем Сейчас решил устроить перекус Потому что живот уже жим-жим Так что вот мой судочек Стол убрали в комнату, чтобы было больше места Поэтому кушаю на стульчике Открываем гречку И сейчас будем кушать Все, кто едят, приятного вам аппетита Это поудобнее, сяду Нормально устроился Гречка, правда, холодная Не мешала бы ее подогреть Но ничего, холодную тоже съем Времени нету, надо работать Работает очень много Вы сами видите Чтобы вы хотели понимать Мы одну сторону срывали И по раз 15 Клеили, чтобы попасть Штык-штык А тут кишун тоже есть Будутся Будут Она беременная Так что скоро у нее будут котенки У нее и раньше были И еще будут Где у нас клеят Так что не задавайте вопросов, что там Если кому интересно Вот столько развели Я думаю, что нам не понадобится Так что много лишнего клея налили Все, закончил я свой обед Вот столько у меня осталось гречки И пару зажарок Чуть-чуть тут еще салата есть Я уже заберу домой Потом дохаваю Так что сейчас будем дальше Клеить обои А встретимся уже вечером Когда я буду готовить ужин Приехал уже домой Сейчас на часах Начало первого Я устал, малеха И так как я мало спал Поэтому я готовить кушать не буду В общем, схаваю то, что у меня есть Потому что меня очень жестко рубит спать Целую ночь я монтировал Потом рано встал, бегал Решал свои дела Прикол в том, что я походу забыл ложку Да ладно Сейчас пойду на кухню новую возьму Сейчас быстро доем свою еду Которая у меня осталась И влюлю спать Хотя нет, наверное, еще зубы схожу Как-то почищу На этом все Потому что глаза тупо закрываются Кто-то мне писал в истории в инстаграме Что, мол, надо спать как минимум 8 часов Для того, чтобы похудеть Но, братан, не всегда так получается Вот и все Доел я свой обеденный ужин Сейчас закину тарелки в мойку Утром же их помою Буду чистить зубы Ложиться спать А мы с вами встретимся уже завтра Желаю мира и приятного просмотра С вами Эцкобаровский И сегодня наступил шестой день моего выживания Я недавно пришел в свои утренние пробежки Нормально так побегал Я понимаю, что уровень моей ловкости растет с каждым днем И я, соответственно, этим доволен Сейчас хочу приготовить завтрак Выложил все продукты, которые у меня остались И на данный момент я хочу сделать блинчики с мукой Также нам понадобится сало и соль Берем посуду Разбиваем вот сюда в тарелку яйца И вилкой нужно вот это все хорошенько взбить И по чуть-чуть будем добавлять сюда муку Вот так вот одну ложку добавим Перемешаем сейчас это все И затем вторую еще добавляем Вот так вот чуть-чуть Сейчас перемешаем, посмотрим, что из этого получится Может быть еще добавим Вот и все Добавлять сюда больше муки не буду Потому что начинка станет очень густая Так что берем чистую сковородку Ставим ее на плиту Включаем, чтобы она разогрелась Берем этот кусок сала Натираем вот так вот сковородку Я даже немного придавливаю сало Чтобы выпускался жир После чего переливаем вот эту вот смесь на сковородку И затем, пока она не присохла Разливаем по всей сковородке Огонь можно сделать меньше, чтобы не пригорело Шум у меня, ребят, с памятью Я опять забыл посолить Хорошо, что хоть оно еще не загустело Поэтому добавляем чуть-чуть соли Можно же было нормально добавить соли Во время того, когда я это все взбивал Нет, надо забыть И самое интересное, смотрите Он нормально отдирается Так что, перекидываем его теперь на другую сторону Вот так вот Моя бабка сцела, она бы сказала, что это коржик Ну реально, посмотрите, как оно выглядит Пока мой блинчик еще не сгорел Берем тарелку и вынимаем его Будем сейчас вот эту красоту кушать Я думал, что будет горячее Надо ждать, чтобы остыло Да нет, нормально Хотя все же пару минут подожду, чтобы она остыла Блинчик уже остыл, так что можно свернуть Такую вот трубочку И вот так вот кушать Тут у нас получаются два яйца И две ложки муки Сейчас даем вот этот блинчик И буду отправляться на секонд Посмотрю каких-то вещей, потому что у меня нечего носить Тарелку закидываем в мойку И встретимся уже в обед Или же на секонде Если что-то куплю, то вам покажу Ребят, пришел сегодня на секонд Первый день завоза Хочу посмотреть, что здесь есть Сейчас будем пересматривать Людей очень много В общем, посмотрю несколько футболок Обувь, понятное дело, забрали Хотя посмотрим, что тут есть Зимняя А летний вариант здесь тупо весь убитый Ничего нету Кстати, часто на таких кучах можно найти Кепки наподобие, как у меня Тут детская Не хочу рыться на этих кучах Там все равно кепок нету Все позабирали Походу утром молодежь Сейчас пересмотрю футболки Затем штаны и шорты Ничего нету Секонде перевелись капитально В последнее время у меня такое чувство Что сотрудники, которые сюда устраиваются Они перебирают товар Добренько, спасибо Самые нормальные Себе забирают И продают Там на разданных сайтах Хотя Вот тут еще ряд Есть футболок Сейчас их померяю С ней пересмотрю Вот Это можно будет померять Я предпочитаю футболки Вот такого формата Когда они необычные Вот тут принт убитый И еще вам покажу Нормальный вариант Я только что увидел Это тут было Вот еще тоже Ешь, спи, работай Тоже прикольно Размер М Мне не подходит И плюс Видите Отпадается Так что выбрать здесь Нечего Я в принципе взял пару футболок Но скорее всего ничего не куплю Хотя по мере Может что-то будет сидеть нормально Вот такой вот вариант Принт прикольный такой Вы выйдете на улицу Пошу гать местных бабок Наконец-то отдел Нормальная футболка Нормальная рукава сидят Только принт непонятный Ну мне все равно Ладно что она так смотрится Более-менее да и все Из этих четырех футболок Все же одну возьму Это вот эту Она сидит на мне более-менее Так что будем убрать Сегодня килограмм стоит 225 гривен 245 гривен А это что у нас скрывает скрытая камера И снимает скрытая камера Нет Почему-то не снимает В общем взял футболку вот эту Она у меня обошлась в 34 гривны Вот чек вам Сейчас буду отправляться домой Готовить обед Так что такие дела Приходите на секунды Но не в первый день Потому что это слишком дорого на футболке Я считаю Лучше всего приходить где-то В день так 3-4 Это самые нормальные дни Там есть и товар И цена уже небольшая Не зря я сегодня сходил на секунд Выбрал хотя бы одну футболочку Эту я тоже там кстати покупал Так что сейчас будем готовить кушать Вот это все продукты Которые у меня остаются Я достал себе капусту Лук, сало И еще мне понадобится соль Потому что я планирую это все пожарить А пока что берем досточку Вот эти вот шкурки выбрасываем А лук начинаем нарезать Разрезаем наполовинку Затем вдоль И поперек В общей сложности порезал полторы луковицы Вот эту половинку оставим Может она еще мне пригодится И вот эти наши овощи Перекидываем в чистую тарелку Далее берем вот эту маленькую часть капусты Эту оставили потом И мелко начинаем вот так вот нарезать А теперь нужно и сковородку включить Пусть себе разогревается А я пока сало порежу Капусточку вот сюда отодвигаем И вот тут рядом сало нарезаем Все у нас сало закончилось Это последние кусочки Закидываем их на сковородку Хотя нет Давайте все таки подождем Чтобы сковородка разогрелась Потом делаем маленький огонь И будем растапливать жир Чугунная сковородка разогревается долго Но сейчас она уже разогрелась Потому что дым валит Так что берем вот это вот сало И закидываем вот сюда И время добавлять сюда лук Так что перекидываем это все И пусть себе там жарится На маленьком огне И понятное дело Что нам надо это все посолить Чтобы был хоть какой-то вкус Выглядит Я думаю все время Добавлять туда капусту Так что берем Досточку эту и перекидываем Вот сюда вот Мне кажется что на сковородку Надо добавить чуть-чуть воды Наливаем вот сюда вот На сковородку Вот так вот Накрываем крышкой Чтобы она там тушилась И огонь делаем на максимум Чтобы водичка там закипела Что-то мне кажется что капуста уже готова Я боюсь чтобы она не перегорела Вот так это все сейчас выглядит Давайте будем выключать Сейчас подожду малеку Чтобы она остыла И будем кушать Еда моя вроде бы остыла Давайте попробуем Реально очень круто Что я добавил сюда воды Капуста раскисла И стала очень и очень мягкая Вот это походу одно Из самых вкусных блюд За эту неделю Которые я готовлю Очень и очень вкусно Грамотно сюда добавил соли Не переборщил Все же кварочками вообще Шикардос Обед получился у меня довольно таки сытный Я довольный Сейчас по-быстрому помою тарелку А мы с вами уже увидимся Когда я буду готовить ужин Уже наступил вечер И я решил приготовить ужин Пересматривать свои продукты У меня их не так уж и много Хочу приготовить картошку К ней добавлю салат И для этого всего мне еще понадобится соль Поэтому берем сотейник Набираем сюда водичку И ставим вот сюда вот Вариться Сполоснем ее по-быстрому И закидываем Вот сюда вот В теплую водичку Еще хочу сделать салат Поэтому нарезаем капусту Вот столько будет нормально Закидываем капусту в кулек И достаем луковицу Сюда же отрежу одну третью лука Теперь лук и капусту перекидываем в тарелку Вот так вот все И наверх добавим чуть-чуть соли Вот такую вот щепотку Надо еще слить, чтобы капусту не пересолить Потому что тогда тоже не особо прикольно Смотрю на камеру Она оказывается не сняла У нее такая ситуация произошла С вот этого сотейника Начала вода выкипать И она начала заливать всю плиту Поэтому я с маленького сотейника Перелил все Вот в этот рунделек И добавил сюда воды Картошка варится примерно 20-25 минут Я думаю, что она готова Так она выглядит Мы сейчас ее проверим Да, смотрите Прокололась, значит все Сейчас подождем, чтобы картошка остыла Пару минут И будем ее кушать вместе с салатом Картошка уже остыла Можно ее попробовать Нормально Только не хватает сверху сольки Так что берем небольшую щепотку И сверху вот так вот добавляем Вот сюда вот Вот именно такую картошку Я обычно варил в селе И кушал с маринованными огурцами В этом салатике нормально чувствуется лук И он нормально, кстати, дополняет капусту Картошку я уже почти доел И тут осталось выгребить лук И хочу вам сказать, что этот выпуск подошел к концу Так что подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Смотрите предыдущие серии Чтобы вам было все понятно А в следующем выпуске я буду взвешиваться Так что не пропустите его Еще не забывайте про мой инстаграм И до следующего выпуска, друзья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok